всем привет с вами рома и сегодня мы продолжаем играть на карте бухалова new конкретно заниматься коровник к нему я очень-очень долго шел к этой работе наконец-то заготовил все необходимые расходники кормовые купил технику и сейчас можем заняться этим хозяйством а чтобы купить коров необходимо зайти за забор как видите триггер не работает покупки коров на месте надо не отойти в сторону чтобы его активировать ловим буковку р ну и покупаем то что нам нужно я откупил 80 гостинских коров пока думаю хватит чтобы было куда вмещать наших телят их тоже будем продавать ну и начнем потихонечку забивать коровник на экспортном это за 80 прицепом куновским сейчас будем загружать солому так от солома зависит здоровье коров ну и в нормальных картах еще солома нам дает навоз но только к сожалению не на этой карте дело в том что здесь нет на навозной ямы динамической которая бы заполнялась в течение времени и как и результат солома не влияет на производство навоза как ведь она в итоге и не отображается все заполнение показывает уровень заполнения соломы но соломы каковой на площадке нет все дело в том что навозная яма есть но она изначально уже заполнена навозом который можно использовать даже не заведя коров то есть покупаем коровник навозная яма становится активным оттуда берем навоз но она в процессе работа с коровником никак не заполняет есть такой вот манжетки на вас да он появляется также генерирует на это дело коробок молоко но не твердый навоз к сожалению поэтому этой механики здесь нет ну собственно и обычно когда например на духовных картах коровников в стенке коровники не ставим навозная яма здесь я и яма навозная стоит белико в стороне от этого места по этой же причине навоз кстати говорит я могу грузится вручную при помощи погрузчика нет автоматической загрузки навоза без ямы объясняется вот этим фактом что яма для красоты больше завершаем разгружать наш прицеп довольно сошлись выкатываем т.з. ну и сейчас будем уже работать с кормами для этого я прикупил специальную кормовую машинку кормовую смеситель сейчас будем работать он старый красавец силакин который качует из одной серии и другую ну как видите вот у нас шкала пропорция для заполнения для получения у нас мы сейчас попробуем вот метод разнообразные тюки и соломы пробуем закинуть на 7000 литров это не самый большой тюк. Ну как-то многовато, учитывая объем прицепа. Ладно, посмотрим в итоге, что получится. Так, закинем также большой тюк травы. Давай, родные, выползай. Не вылазит. Ладно, суперсила нам поможет скинуть тюк травы на 7250 литров. Бросаем. Майкл, да ты не в форме. Да, не Майкл, я Джордан. Да, блин, я и не Люброн Джеймс даже. Так. Ты что ж такое-то, а? Все-таки, наверное, погрузчика было бы проще. Ты елки, ты палки, а? Где моя суперсила? Все, загрузили. Видите, шкала меняется. Процентовка загрузки травой и соломы, травой, сеном и соломы, она выравнивается. Также мы сейчас загрузим минеральный корм. Он должен быть, обратите внимание, что загрузка той или иной культуры должна быть в пределах определенных рамок. Вот и она должна быть шкала зеленой. В картинном случае мы не получим моносмесь, а получим фураж. То есть простейший корм, который будет отображаться в коровнике, как сено. И он дает 80 процентов производства, а не 100, как это дает моносмесь. Но вот мы потихонечку заполняем шкалу минерального корма. Через R запускаем. Обычная загрузка такая же, как, например, если мы заполняли сел семенами. Так, ну вот получили мы 3,6. Сейчас поедем загружать силос. Под силос я очень долго заморачивался, нарубил 300 с лишним тысяч литров всечки, загрузил ее в силосную яму. А потом, как выяснилось, тут на территории стоит ангар, в котором находится уже готовая, в общем-то, сила, с которым пользуюсь я не хочу. Та же самая история, что и с навозом. Ну вот, в общем, сейчас мы воспользуемся услугами этого ангара. Заполняемся. Ну вот, мы видим, увы, ах, не входим в зеленый уровень салона. А это значит, что у нас кураж. Ну, едем разгружаться, и попытаемся еще разочек произвести моносмесь всеми теми манипуляциями, которыми мы сейчас занимались. складываем наш фонусмеситель и заползаем в коробку. Вот мы сейчас и увидим, наверное, как-то заезжаем. Как только он в зону разгрузки попадет, мы увидим букву И, и что мы конкретно здесь будем разгружать. Да, фураж. Силы, на связь, к сожалению, у нас не получилось. Ну, ничего страшного. Попробуем. Ну, как вы видите, фураж загружается, отображается в сене. Силы сдают 80 процентов эффективности производства. Но нам нужно сто процентов, чтобы коробки были здоровы, сыты, довольны. Поэтому повторим весь процесс манипуляции. Загрузим куки соломы поменьше. Вот они у меня есть, мелко нарубленные. Приходилось, конечно, с текущим заморачиваться. Ну, давайте попробуем. Так, вот они. По 700 литров. Сейчас закинем несколько штук и тем самым снизим процент. Ты господи, ты боже мой. Да что ж такое. Ну, вообще, сегодня не залетают у меня из-под кольца, блин. Может попробовать их очковые, а то данки что-то вообще не заходят. Да, не возьмут меня ни в НБА, ни в баскетбольную лигу ВТБ. Нет, крупного, да. Надо все-таки маленьких поднакидать. Несколько штук. Соломы, тем более, много и не надо. Поэтому хватит, наверное, столько. Ну и наша любимая трава. Ну, кто бы сомневался, елки-палки, кто бы сомневался. Майкл не в ударе. Нет, заходит, заходит из-под кольца. Да. Так, смотрим, как у нас меняется пропорция сена и соломы. Как видите, у нас теперь, учитывая, что тюк соломы огромен, диспропорция очень большая. Но мы исправлять эту ситуацию будем силосом, пока загружаем минеральный корм. Ну и учитывая, пока что у нас небольшой объем заполнения, то есть вполне. Сейчас заполнимся силосом и собьем необходимую пропорцию. Как видите, по соломе процент откатился. То есть ее, в общем-то, много и не надо. Как это раньше было, когда пропорция была, два тюка соломы, тюк, старой версии игры. Тюк сена и тюк моносмеси, по факту. Большой. Так, закинем еще, наверное, соломки, чтобы немножечко подразбить уровень заполнения травой. Да ладно, да ладно, друг мой, давай завязывай с этой фигни. Закидывай. Это цирк, это цирк, господа. Простите меня, пожалуйста. Я не хотел, и не нарочно, и не специально. Я футбол вообще люблю. Блин, ну залетай-то уже, а? Как ты так, а? Елки-то палки, кидаешь-ка, бипчонки. Блин, ты что ж такое-то, а? Это просто цирк. Такой себе тюкометатель. Простите, пожалуйста. Ей-богу, не специально. Я старался, я очень старался. Я делался. Ну что вы такое? Ну залетай ты, сволочь. Ну это просто, я иду на рекорд. Проще действительно было колесным погрузчиком закинуть. Наконец-то, мотарство закончилось. Едем закидываться силосом. Ну вот, как видите, уровень заполнения нашего прицепа, мешалки, он меньше половины. То есть у нас есть все шансы добиться силосом и, собственно, получить ту самую желанную моносмесь. То есть условно там закидываем, если брать эти маленькие тюки, которые закидываем по 700 литров, 4-5 тюков, то есть до 3500 литров. Ну, пожалуйста, все в зеленой зоне. Ну и ярлычок, соответственно, появляется внизу моносмеси. То есть все у нас в порядке. Желанный результат достигнут, осталось только разгрузиться и покормить наших коровок настоящей пищей чемпионской. Это должна позволить им давать нам кучу молока. Выезжаем. Вот, и ярлычок появляется моносмесь. Замечательно. Хотя бы с этим разобрались. Так, сейчас разгрузимся. Перемотаем месяц. Сейчас мы в октябре перейдем ноябрь и посмотрим, сколько у нас наше производство даст за месяц молока, навоза. Ну и быстренько прикинем в ценах, сколько чего мы можем в перспективе получить. Так, вываливаем отсюда. Ну и все. И переходим на ноябрь. Так, перебираемся на задний двор нашей фермы в ноябре. Вот здесь у нас стоит точки загрузки молока ZIL с цистерной на 15 тысяч литров, а рядом стоит DLC класс Ксерион с прицепом ковека для жидкого навоза. Ну так, посмотрим сколько наше хозяйство дало нам жидкого навоза и молока. Итак, коровки выработали у нас 4,687 литров молока. Это весьма неплохой результат. Говорю вам это смело, отыграв несколько сотен часов на разных картах в УФСе. С навозом тоже полный порядок. Смотрим на стоимость молока. Она у нас в максимальный период за две тысячи. Вот две триста мы можем выручить. Ну и того умножаем. Получаем не самую, конечно, большую стоимость. Надо понимать, что молока, в принципе, вырабатывается немного и по факту его надо продавать раз в полгода, чтобы получать какой-то результат. В любом случае молоко нам за год почти отобьет ферму, но не отобьет наши вложения, которые миллион четыреста были в технику и во все на свете. Ну, тем не менее, через какой-то период мы все равно выйдем в баланс. Также видим навозную яму, которая не динамично заполняется. Вот изначально у нас заполнена навозом, как я и говорил. В общем, такие вот дела, ребята. Если понравилось видео, ставьте лайк. Ну, у меня на этом все. Продолжаем работать Бухалово.